Но я верил, что мы всегда знали друг друга. Правда? Да. Знаешь как? Во время Большого Взрыва все атомы во Вселенной сжались в одну точку и взорвались. Наши атомы когда-то были вместе и сталкивались несколько раз за почти 14 миллиардов лет. Мои атомы узнали твои атомы. Они всегда их знали. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Я рад вас приветствовать на нашем канале. Сегодня мы находимся в прекраснейшем городе Томске. Это тот город, у которого есть своя огромная история. Это тот город, который может вас действительно удивить своей архитектурой. И сегодня мы вам расскажем довольно таки об очень интересном автомобиле, который немного мне даже напоминает этот прекрасный старый город. А именно о Тойоте Краун Маджеста третьего поколения. Краун Маджест Краун Маджест Краун Маджест С завода же Краун Маджеста третьего поколения оснащался двумя моторами. Рядная шестерка на 3 литра, 2 GZ, ну и конечно же наш любимый мотор. В8 от Toyota, один ZFE на 280 лошадиных сил. Именно такая версия сегодня у нас. Но также этот кузов имел всего лишь две комплектации, A-Type и C-Type. Причем различия, я бы сказал, довольно-таки небольшие. Но сегодня у нас в нашем прекраснейшем видео такой автомобиль, который оснащался кожаным салоном. Причем самое интересное. Сравнивать этот автомобиль с какими-то либо европейскими аналогами абсолютно бесполезно. Но все потому, что очень другая школа. И в принципе понимание люксового и комфортного автомобиля в Японии абсолютно другое. Я вам честно скажу, у меня был Lexus LS400. И нужно сказать, что сев первый раз в салон этой Маджесты, я прекрасно понимаю, что даже на европейском рынке автомобилей, которые сходили с завода Toyota, им не посвящалось столько внимания деталям. Ну просто потому, что вот так. Что же касается привода и подвески. У нас сегодня классическая версия с задним приводом, но также с завода этот автомобиль оснащался и полным. Что же касается подвески. Сейчас у нас здесь на этой тачке стоят так называемые колы. Ну то есть немножечко такая взбитенькая подвеска. А вообще этот автомобиль с завода оснащался пневмоподвеской и контроллером. Собственно говоря, ну подвеска, как вы знаете, на Toyota ходит очень долго, даже несмотря на то, что она на пневмобаллонах. Что же касается габаритов. Габариты остались прежними. Около 5 метров в длину. Это нам все досталось от предыдущего кузова. Но добавилось огромное количество плюшек. Например, вот такая прекраснейшая вещь. А это именно камера, которая стоит и с этой, и с другой стороны. Которые вам позволяют видеть, что у вас происходит под колесами на мониторе в салоне. Попадая в салон этой тачки, ты понимаешь, что она ни на что не похожа. Ну то есть, я даже после своего Лексуса могу вам честно сказать, это совершенно другой автомобиль. Совершенно созданный с другим подходом, с другими мыслями в голове. И такое ощущение, как будто даже другими инженерами. Как я уже всегда вам говорю в наших видео, ощущение и вот просто, в принципе, эмоции от автомобиля зависят от тех маленьких вот этих вот приколюшечек, от тех маленьких вот аксессуарчиков, деталей, которые есть в автомобиле с завода. Здесь комплектация просто офигенная. Ну, и я вам хочу сказать, что она еще не является полной. Потому что японцы шли от обратного. Ну, то есть как? Во-первых, если в европейских автомобилях считается, что кожаный салон это топ лухарь эдишн и вообще красота-красота, то нет, в Японии самым-самым жирным, вкусным салоном является как раз-таки велюр. Ну, а если смотреть на синчури, то там, конечно же, сидения были шерстяные, а потолок был из бамбука. Из бамбуковой бумаги, насколько мне помнится. Так вот, здесь есть прям вот этот самый, я бы сказал, минимальный набор, который вот такой вот вкусный самый для Японии. Во-первых, это, конечно же, шторка на заднем стекле, которую можно поднять, которую можно опустить, и она автоматически опускается, когда вы включаете заднюю передачу. Как раз-таки очень много всяческих интересных историй связано как раз-таки с панелью приборов. Здесь, здесь есть проекция на лобовое стекло, скорости и вот этих всех различных вещей, которые вам обязательно понадобятся. Конечно же, здесь есть проекция даже на панели приборов, которая вам может сообщить о температуре наружного воздуха, о продолжительности вашего пути на оставшемся бензине, о вашем непосредственном расходе в данную минуту, либо среднем расходе и так далее. То есть, вот этим всем наполнена тачка. И здесь еще этих функций огромное количество. Начиная от очень крутого климат-контроля, ну, он, конечно, сейчас немножечко смотрится неактуальным и старым, но на тот момент, а я прошу вас заметить, что машина выпускалась до 2004 года, то есть, вы представляете, у вас управление вашими вот этими всеми климатическими установками происходит как раз-таки с экрана вот этого прекрасного монитора. Ну, и как раз-таки я вам говорил о том, что спереди стоят камеры, с которыми вы можете ездить по каким-нибудь дворам или плохо подсвеченным местам, и вот все-все-все будет шикарненько. Также, что касается салона, понятное дело, здесь абсолютно все на электрике. Сами инженеры Toyota говорят, что тех вещей, которые можно, не знаю, подвинуть, подрегулировать, каким-то либо образом задеть, их не осталось ни электрических. То есть, даже задний диван в комплектации с кожаными сидениями на электрических регулировках, конечно же, если говорить о том же самом велюровом салоне, там располагается и массаж, и все остальные плюшки. Ну, что же говорить. Инженеры Toyota и управляющий состав Toyota ездил на этих автомобилях, и, как я понимаю, он строил его для себя. Как вы заметили, наши обзоры обычно на автомобили, которые, ну, скажем так, не совсем новые. Веста не в счет. И эти же автомобили, кстати, в особенности Веста, требуют хорошего и качественного обслуживания. То есть вопрос, где найти сервис, где вам не навешивают лапши на уши и не сдерут с вас огромное количество денег, более чем актуален. Если же вы хотите найти автосервис с нормальными ценами, обязательно проходите на такой сайт, который называется uremont.com Объясню, как работает эта система и почему сервисам на этом портале можно доверять. Вы отправляете запрос на ремонт, в котором указываете марку, модель вашего автомобиля. Год и что нужно починить. Ваш запрос становится виден в общем списке всем подключенным автосервисам, а их более 15 тысяч по всей России. То есть мастерские, кто ищет клиенты, считают стоимость и отправляют вам ответ. При этом автосервисы не тратят деньги на рекламу, поэтому могут дать скидку на свои работы. Плюс они конкурируют между собой, поэтому накруток тут нет. У каждого сервиса есть отзывы от ремонтировавшихся там пользователей, то есть вы выбираете проверенное место для ремонта вашего авто. Поэтому проходите по ссылочкам прямо сейчас. И кстати, сегодня нашим зрителям Юремонт дает промокод на 5000 рублей. Важный момент. Он действует для первых 100 человек и отремонтироваться по нему нужно за один месяц. Если действительно нужен ремонт, берите. Если нет, оставьте 5000 рублей тем, кому он нужен больше. Кроме этого, есть постоянные действующие бонусы. Всем, кто оплатит свой ремонт через Юремонт, портал возвращает 10% от всей суммы. Промокод вы найдете в описании под этим роликом. И там же вы найдете все нужные вам ссылочки. Далее. Нужно сказать, что ощущаешь себя в ней, я не знаю. В Томске есть вот как раз такие большие кирпичные уютные дома, которые похожи на замки. И вот Маджеста, она как раз знаете такая, как будто ты едешь вот в таком огромном, большом, безопасном, мягком замке. Притом, вот эти вот все сидения, даже посадка, вот руль. Руль, он просто, он смотрится настолько монументальным, что такое ощущение, как будто он действительно вот прям весь, весь состоит из вот этого лакированного дерева. Ну, ощущения, я вам скажу, если честно, непередаваемые. Что же касается стоимости этого автомобиля. Здесь все довольно-таки неоднозначно. Некоторые автомобили можно, конечно же, приобрести по цене где-то от 500 тысяч рублей в шикарнейшем состоянии. Ну, то есть, по сути, по цене какого-нибудь замызганного Соляриса. Ну, а есть, конечно же, у нас напичканные версии какие-нибудь с тюнингом, которые недавно пришли из Японии. И там вы увидите абсолютно другую цену. Конечно же, все ссылочки на подборочку на автору я приложу в описании. Что же касается внешнего вида автомобиля. Если прошлый кузов смотрелся слишком официальным, в некоторых моментах даже немножко неказистым, то здесь как раз-таки вот эти внешние изменения в автомобиле пошли как раз-таки в пользу. Задние фонари начали смотреться более интересно и более, можно сказать, так увесисто. Передние фары и передняя решетка, ну, просто безумно крутые. Ну, это на мой взгляд. Я, конечно же, не знаю, как вам. Что же касается обслуживания, ремонта и вот этих всех вещей. Ну, я думаю, никому не нужно напоминать, что такое двигатель 1U ZFE и как он часто просит вас заглянуть к себе, так сказать, в подкапотное пространство. Если вы меняете масло, ремни и все остальное, ну, все вот резинотехнические изделия, которые обычно выходят из строя, то ничего большего он от вас как раз-таки и не попросит. Так же, как, в принципе, и коробка. Что же касается подвески. Здесь она абсолютно вся металлическая, железная. Далее, конечно же, у нас в дальнейших кузовах краунов пошли алюминиевые элементы, но здесь такого нет. То есть все это дело ходит, ремонтируется, перепрессовывается и с этим вообще никаких вопросов нет. При том, что подвеска здесь устроена таким интересным образом, что на пневмобаллонах и на обычных стойках она абсолютно одинаковая. То есть нет никакой разницы. Есть большая разница, конечно же, с полным приводом. Там другие стойки, другой немножечко подрамничек, но это все уже вот раздельные, скажем так, очень сильно категории. Здесь же вам честно скажу, ну, не знаю, ты садишься как будто себе домой. Вот эти все плюшевые истории с кнопочкой свинг, которая позволяет вам электрические вот эти вот дефлекторы обдува салона двигаются сами. Ну, просто изумительно. И ты смотришь на вот эти вещи, есть такая легенда, да, что есть такой автомобиль, который называется, например, Land Cruiser 100, есть LX, по-моему, 470, и что вроде как Lexus собирали более круто, более, скажем так, надежно. Мы использовали какие-то элементы, которые перепроверялись там несколько тысяч раз. Здесь смотришь на качество сборки салона, смотришь на качество деталей и, честно говоря, очень сильно удивляешься. Сзади, вот вы представляете, сзади, казалось бы, освещение салона. Когда ты выходишь над дверью, там вот эта вот приколюшечка стоит, можно было ее исполнить абсолютно по-разному. Можно было поставить плафон как в шестерке, можно было как в Lexus просто вот этот плафон и кнопка. Здесь же этот элемент проработали, уделили ему время, и вот это отношение к этому автомобилю завода, оно, я не знаю, оно вселяется, по-моему, в самих хозяевах этих автомобилей, потому что здесь, ну, просто нереально круто. Что касается, как раз-таки, цен на запчасти и так далее. Весь прикол автомобилей на УЗ-ах в России заключается в том, что, что правильно, эти тачки везут только ради моторов, потому что в России еще слишком много козелей, которые остались без GZ-ов и УЗ-ов, и вся кузовня и подвеска стоит абсолютно смешных денег. Ну, что-то типа вроде как бы, можно крыло купить рубля за полтора, можно фары найти до 4000 рублей и так далее, и так далее. Просто ты за рулем огромный, огромный, не за рулем, а у нас же дерево, за штурвалом огромной сухопутной яхты. Что же касается расхода, здесь начинается самое интересное как раз-таки от Toyota. По трассе уже даже проверено, и мной этот автомобиль может кушать, если ехать там до 120-130 км в час, 8-9 литров. В городе, конечно, расход начинается у нас от 15, ну и все зависит от того, какой живости у вас, живучести, скажем так, ваш мотор, но это все реально. Потому что тут все именно так устроено, что ты не крутишь этот мотор. Для того, чтобы комфортно передвигаться в городской среде, вы никогда его не будете крутить даже более 2000 оборотов. Ну, потому что просто не нужно. Мотор низкооборотистый, очень моментный, и вы просто нажимаете на педальку газа и... Ну, понятное дело, зимой нас сразу срывает боком, и все, и вы поехали. Вот это приятное мурлыканье V8 под капотом. Это просто... Вот я не знаю, как для вас, для меня это просто песня. Есть автомобили, которые вы просто покупаете, на которых вы просто ездите, потом также просто продаете. И вот эта вот, скажем так, пользовательская философия к тачкам, она нам навязывается каждый день. То есть, вы должны продавать свою тачку ровно тогда, когда выплатили за нее кредит, и уже нести ее в трейд-ин с новой пачкой денег, для того, чтобы взять, там, не знаю, более жирную комплектуху или более свежий вариант. Этот же автомобиль создавался совершенно с другим пониманием реальности, и уже бесполезный, и тысячный раз не хочется повторять, что раньше автомобили создавались инженерами, а не маркетологами. И как раз таки, нужно сказать, что это один из тех автомобилей, на котором закончилось производство подобного рода качества и подобных инженерных мыслей, которые выходили из завода и радовали своих хозяев. Далее пошла алюминиевая подвеска, далее пошел Crown на платформе, как он назывался, Zero Crown, дальше пошел Mark X. Это, конечно, замечательные автомобили, но уже немножечко другие. Там больше пластика, там больше необдуманных решений, там больше каких-то вычурных вот таких вот моментов, к которым пришли дизайнеры. Здесь же все немножечко по-другому. И немножечко даже, знаете, как-то грустно на это все смотреть, потому что ценителей вот этих автомобилей сейчас становятся все больше и больше. И это один из тех немногих автомобилей, которые, знаете, как коньяк с каждым годом становятся немножечко лучше, а порой и дороже. Так что, что? Правильно. Дамы и господа, конечно же, вам выбирать, какой автомобиль приобретать. Но, знаете, что если вам хочется чего-то такого мягкого, удобного, скажем так, модументального, то есть такой автомобиль, который называется Toyota Crown Majesta. И нужно сказать, что он просто офигенный. До скорой встречи, дамы и господа. С вами был я, дядюшка Борода. Этот прекраснейший автомобиль Majesta. Ну и, конечно же, замечательный город Томск. И нужно сказать, что формы этого красавца как нельзя круто вписываются вот в эти исторические, красивые, вот эти вот все архитектурные виды вечернего города Томска. Освах. Продолжение следует... Продолжение следует...